Здравствуйте, дамы и господа, с вами Олег Аллат-Гудвин и мы проходим специальный мануальный массаж, тестированный для начала того, чтобы понять, что у человека конкретно болит. У него, например, может беспокоить голень спереди, вот здесь, а причина выяснится в совершенно другом месте. Значит, что болит в первую очередь? Это может быть выдавиться грыжа, которая сдавливает нервный корешок, он переходит в седалищный нерв, вот мы обнаружили седалищный нерв, синим цветом показан, да, где он раздваивается вот здесь, одна веточка у него пошла вот сюда и к мизинцу идет, а другая по латеральной стороне идет и идет к большому пальцу, между большим и, так скажем, между первым и вторым пальцем, вот здесь, видите, дернулся человек, значит попал. Вторая причина. Может быть повернут позвонок, астисты, астисты отросток его повернут, и тогда поперечный отросток стыкуется, смыкуется с поперечным отростком верхнего позвонка, то есть это фасетичный сустав. Они в данном случае расположены вот так вот горизонтально. Эти фасетичные суставы, вот здесь вот мы видим на скелете, да, вот они, вертикальные, да, вот они стыкуются, соответственно, вот так. Видите? Мы должны спровоцировать вот этот стык еще больше, и тогда, если тут возникнет боль, значит уже начинается спондилартрит, спондилез, ну, в общем, все вот эти заболевания от лица суставов. Если боли нету, то, соответственно, проблема не в суставе. Как мы это делаем? Примерно два пальца отказываем от оси и прижимаем сустав вот так вот в бок немножко человека надавив. Либо когда мы проверяли на грыжу, на грыжу как мы проверяем? Вот L5-S1, да, то есть вот это вот у нас S1 крестец обозначен. Между ямочками вот этими, у женщин они явнее видны, находится L5-S1 пояснично-крестцовый сустав. Вот на него надавливаем, тут чаще всего бывает грыжа. Надавливаем мягко, видите, без тряски всякой, просто надавили и вышли. Спросили у человека, например, по петербайльной системе, насколько больно. Ну, например, он говорит на четверку, ага, или там ойкает, ай-ай-ай-ай. Тогда можем предположить, что, мы только предположить можем, мы диагноз не можем поставить, мы просто говорим, что наверняка где-то там 4-5 мм, возможно, еще не грыжа, но уже протрузия, да? Поэтому рекомендую тебе отправиться к Ниндорентген, потому что там не видно межпознакомых дисков, а на МРТ, чтобы удостовериться, на сколько там выпечилась, куда, в какую сторону она выпечилась, да? Вот, грыжа переводится в выпячивание. Ну, и так дальше, вот можно пройти там, L4, L5 потом, тоже на два пальца отложили, отступили вверх, продавили, L3, L4 продавили, ну, это просто место, где чаще всего возникает грыжа. Если грыжи нету, по нашим подозрениям, тогда давай фасечный сустав проверять. Значит, взяли, надавили, вот так сбоку, смотрите, нам надо кость развернуть, то есть мы доворачиваем, вот видите, доворачиваем сюда, в эту сторону, и перешли на ту сторону, довернули вот туда, то есть чтобы эти пластины замкнулись. Если боли нету, то, скорее всего, это мышца, мышца, вот паравертебральная, да? Ее, она примерно на три пальца уже, ее центр идет, на три пальца вот оси позвоночника. Значит, берем эту мышцу и поперек ее, вот поперек, вот так раз, раз, прошлись, по тому месту, где человек жалуется, да? Нет смысла куда-то идти сюда, если там нету там проблемы, да? Вот она потом доходит прямо вот сюда, где стыкуется ППС, пояснично-подвздошный сустав, ну, связка. Вот тут и проверяем, прямо вот в эту ямочку туда надо попасть. Протестировали эту ямочку. И дальше иннервация идет, ну, нервы, кстати, вот от этих трех позвонков нижних идут, потом тут вот четыре нерва выходят из крестца. Крестец – это пять сросшихся позвонков. Между ними тоже есть поперечные отростки, между которыми есть дырочки, из которых выходят нервы. Вот это хорошо здесь видно. Вот по четыре нерва отсюда. Ну, там еще некоторые нервы снизу идут и образуют седалищный нерв, который вот тут вот начинается, и вдоль всего бедра идет вниз. Значит, как найти седалищный нерв, да, вот в центр? Это вот мы рисуем от вельцево-бедренной кости, да, от седалищной кости, и вот этой ямочке, и рисуем такой равнобедренный треугольник, вот черным цветом показан, да. От его углов рисуем визуально бисектрисы, и бисектрисы пересекаются в точке, где начинается седалищный нерв. И здесь же грушевидная мышца идет, и она вот его передавливает. Прямо здесь вот мы берем грушевидную мышцу, и посередине, поперек ее смещая, обнаруживаем, есть там боль или нет. Дальше, даже если нет боли, все равно проверяем место крепления грушевидной мышцы. Здесь, здесь. Ну, это уже и большая ягодичная мышца пошла. Вот так, если положить ладонь на вертел, да, то у нас как раз пальцы, большой палец указывают на седалищную кость. Этот, ну, тут запирательная мышца идет. Этот указательный палец указывает на грушевидную мышцу. Длинный палец, как каланча, указывает на большую ягодичную мышцу, безымянную на среднюю ягодичную, мизинец на малую ягодичную. Видите, как анатомически у нас правильно ложится ладонь. Вот, и получается, тут в центре груши седачная, седачный нерв начинается. Проверяем, что может еще иннервировать, потому что нервная сеточка идет не только здесь, но и что там, кожный нерв есть. Значит, берем места, вот такой уголок, в кости подвздошной, где крепится к нему большая ягодичная мышца. Вот ее поперек продавили. Если есть боль, проверяем дальше середину этой мышцы и место крепления здесь. Если нету боли, то нет смысла все точки проверять. Среднюю ягодичную мышцу попереку так продавили, малую ягодичную мышцу. Например, часто у женщин малая болит мышца и средняя. Потом серединку проверили и место крепления здесь проверили. Дальше проверяем середину здесь, где мышцы разъединяются с бицепса бедра, вот по центру. Может быть, кому-то достаточно пальцем надавить, а кому-то и локтем надавить. Потом по этой линии перпендикулярно уходим в латеральную зону, здесь продавливаем. Примерно на ладонь отступаем, вот здесь точку продавливаем. И они через каждые два пальца, каждые два пальца примерно 3 сантиметра. Эти точки расположены множественно до сюда. если прям есть боль, то можно их все продавить, прощупать. Если нет боли, то нет смысла все давить. Здесь на икре мы спускаемся ниже. От сгиба откладываем два пальца, и опять все точки идут через два пальца друг относительно друга, до места разъединения мышц. Это примерно середина голени получается. Вот продавили. Опять же, если нет боли, все не надо продавливать. Дальше тут вот три пальца примерно отложили, точка, и надо ее придавить к кости. Когда кости придавливаем, то больно. Это значит нерв, значит мы поймали нервную боль. Если не больно, ну, например, мышца сдавила нерв, то тогда берем мышцу и поперек ее. Проверяем свою мышцу поперек. Или можно ее сжать и вот так вот ее прощупать, как такую вот колбаску. Немножко есть попало. Ну и дальше, если есть боль сюда, то можно вот тоже точки, которые... Видите, вот идет кость малоберцовая, я продавил кости, попало сначала. Если мышца, то мышца поперек просто щупаем. Вот так вот. Например, тут не болит, вот тут болит. Раз, к этой кости придавили, либо к этой придавили кости. Идем дальше, дальше щупаем до большого пальца вот здесь. Задавили, попало, да? И мизинец где вот тут. То есть это боковой нерв идет до большого пальца, а тут, а этот, срединный, пересекается до мизинца идет. Вот, мы, соответственно, обнаружили, протестировали, где какая боль у человека, да? На что нам в работе надо будет обратить внимание. Далее то же самое можно применить и выше. Ну, например, середина позвоночника, где 10-й грудной позвонок, да? К нему крепится 10-е ребро, и мы находим таким образом. Ладонь кладем, и примерно на него попадаем. Вот тут часто бывают проблемы, значит, продавили. Часто проблема в шиногрудном переходе бывает. Тоже продавили вертикально вниз. Здесь частая проблема – это мышцы, которые крепятся по бокам к затылочной кости. Вот здесь прощупали. Потом это леватор скапулус, мышца поднимающая лопатка, идет вот до сюда. Здесь прощупали. Трапецию прощупали здесь. Потом от середины лопатки, подними, пожалуйста, руку, как будто сдаешься. Вот, видите, середина лопатки. Вот тянется мышца, это нижняя трапеция. Опускай руку. То есть от середины лопатки продавили место крепления здесь, продавили, и серединку. Если есть боль, если нет боли, то достаточно только вот середину лопатки поперек этой мышцы пройтись. Вот. Это мы рассмотрели самые основные места, на что обычно жалуются люди, да, и чтобы понимать, откуда начинать нам работу. А теперь давайте приступим все это изучать на живой натуре. Вам нужно не смотреть нас по видео, а быть здесь, на тренинге. Здесь я вам поставлю руки, и вы уйдете готовыми мастерами. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Гудин.